я ехала недавно в поезде в купе так случилось что я была одна села уже за полночь и сразу же легла спать и только я более-менее провалилась в сон ко мне заходит проводница и говорит вы спите я груда и она такая сейчас я покажу вам как включается лампа и включила у меня чуть глаза не вытекли я такая ну спите спите я видимо было скучно она решила я не сплю никто в этом вагоне не будет спать думаю все утром я раздам свои чайные пакетики всему вагону бесплатно люди вообще перестали в меня верить я иногда нашла по улице искал аптеку увидела вывеску но не могла найти вход ко мне подходит мужчина говорит вам нужна аптека мне было неприятно что он догадался что мне нужна аптека он говорит она на втором этаже но лифта нет я говорю почему вы решили что я не справлюсь без лифта он говорит ну вы так идете но мне часто говорят что у меня плохая походка но действительно так я переваливаюсь еще вниз головой иду я считаю плохая походка это когда шла шла и не дошла я пришла как сделать красивую походку красивая походка это когда ты идешь и смотришь в сторону но я просто в детстве врезалась в косяк я теперь всегда смотрю куда иду а у кого красивая походка похлопать есть такие а вы можете встать и выйти отсюда нам кривым людям неприятно я просто свою походку не вижу я менять и ради кого-то не буду но и скрывать ее тоже было бы странно говорить на свидании ты иди давай я сейчас я подойду давай встретимся у фонтана я поэтому на улице не знакомлюсь мне не нужен вопрос то женщина или краб мне если бибикают это всегда травматологи визитку предлагают меня недавно дома сорвали замок на чердаке мне нужно было пойти в жек отсмотреть камеру найти злоумышленников я пришла осмотреть камеру с этим дядькой сижу из жека дошло до момента когда я выхожу из подъезда игру какая у меня ужасная походка мы остановили он тоже посмотрел мы перемотали еще раз посмотрели он такой да может вам пандус установим сейчас много гастролируем много времени проводим в гостиницах там более-менее одинаковая планировка к ней привыкаешь но недавно у меня случилась история в гостинице я раздела что пойти в душ дернула дверь и вышла в коридор хорошо что там никого из постояльцев не было там была одна уборщица надо же брови вообще не повела но голый мужчина в отеле вызывает сочувствие ему сразу хочется помочь голая женщина в гостинице что-то затеяла и ты не хочешь знать что я как-то смогла пережить свой позор но мы были там два дня и на следующий день я сделала ровно то же самое и там тоже уборщица и она такая но он не придет у меня есть дочь и моя дочери недавно была контрольная по истории по 16 веку я как приличная мать захотела сводить ее в один крупный музей на экскурсию по 16 веку зашла на сайт музея там есть экскурсии но все они проходят утром и в будни то есть музей делает все чтоб к ним никто никогда не пришел музей дожидался спокойствия но не на ту лопали я сводила утро от работы отпросила ребенка из школы и мы пошли а там главное видно сколько билетов продано и видно что два всего куплено мы пришли вовремя нам говорят а экскурсия уже началась я думаю то с кем там экскурсия началась я прям представила что экскурсовод себе носки на руки надела такой алена сергей очень приятно но оказалось там еще два каких-то залетных человека купили билеты мы их догнали слушаем экскурсию вчетвером я вообще люблю экскурсии но там был экскурсовод который тебя все время экзамен принимает вот он что-то говорит дальше завешивает паузы и ты должен продолжить я всегда на эту удочку клюю я несколько раз сказал что-то не в попад но спрашивает а кто подарил ивану грозному эту книгу и я такая библиотекарь несколько раз сказал думаю все я больше ничего говорить не буду я буду молчать еще не все опозорились в нашем прекрасном коллективе но он что-то говорит завешивает паузу все молчат тупик экскурсия продолжаться не может и он смотрит на меня жалобно и говорит ну скажите что-нибудь вы уже хуже себя не сделаете я думаю ты вообще что ли не уязвим я сейчас начну трогать экспонаты руками это что фарфор 17 века лови чтобы знать чего хочет женщина не нужно быть экстрасенсом достаточно быть настоящим мужчиной невеста экстра любовь 23 марта в 21 30 премьера на тнт а